Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. Начиная с этого видео мы будем рассматривать таблетирование пищевых материалов. Всего в этой теме выйдет 6 видео лекций, которые будут посвящены теоретическим основам процесса таблетирования, физико-механическим свойствам парошкообразных материалов, технологии таблетирования и вспомогательным процессам, процессу гранулирования пищевых материалов, оборудованию для производства таблеток и технологическим показателям качества таблеток. В этом видео рассмотрим теоретические процессы таблетирования, виды прессования сыпучих пищевых материалов, физическую сущность прессования, прессование круглых таблеток, уравнение прессования и расчет усилия выталкивания таблетки из матрицы. Сыпучие и порошкообразные материалы в пищевой промышленности могут быть как сырьем для производства, например, хлебобулочных, кондидерских, макаронных изделий, так и готовой продукцией, например, мукой, крахмалом, крупой, чаем, кофе, цикорием и тому подобное. Сыпучие пищевые материалы при хранении склонны к слеживанию из-за гигроскопичности, например, как сахар или порошки сушеных овощей и фруктов, а при транспортировании к накоплению электростатического заряда, что может привести к взрывоопасной ситуации. Таблетирование пищевых материалов частично лишает этих недостатков. Однако для производства таблетированных пищевых материалов требуется дополнительное оборудование, подготовка исходного сырья, внесение технологических добавок для повышения плотности и прочности таблеток. Таблетируемость материала зависит от его физико-механических свойств, наличие добавок, формы зерен, гранулометрического состава, влажности, температуры и некоторых других факторов. В различных отраслях промышленности пользуются разными методами. Установлением давления необходимого для получения таблеток с заданной плотностью, определением плотности таблеток от прессованных при заданном давлении прессования, определением механических свойств таблеток, прочности, твердости, упругости и других, в зависимости от давления прессования. Иногда о качестве таблеток судят на основании визуального осмотра. Таблетка не должна иметь раковин, вздутий, трещин. Наиболее часто в качестве показателя таблетируемости принимается измерение плотности, прочности и упругости таблеток в зависимости от давления прессования. Широкое распространение таблеток объясняется следующим преимуществом. Малым объемом, возможностью маскировки неприятного запаха и вкуса порошков путем покрытия оболочками, сахарной, шоколадной и другими. Точностью дозирования, удобством хранения и транспортирования, возможностью механизации процесса производства, который обеспечивает высокую производительность, возможностью включать как порошкообразные, так и жидкие вещества, удобством применения. Лучшей обеспеченностью соблюдения санитарной гигиены. Процесс таблетирования осуществляется в условиях всестороннего сжатия в замкнутых пресс-формах. По характеру движения пуансонов различают прессование с выдержкой и без выдержки прессуемого порошка под давлением. Прессование с выдержкой обеспечивает благоприятные условия для удаления воздуха из прессуемого порошка и ведет к частичному ослаблению внутренних напряжений, в результате чего предотвращается расслаивание таблеток. В технике различают одностороннее и двухстороннее прессование. В первом случае прессование ведется одним пуансоном. При этом наибольшее давление испытывает слой материала непосредственно примыкающий к пуансону. Наименьшее давление слой находящийся на дне пресс-формы. При двустороннем прессовании сжатие материала осуществляется двумя пуансонами. В этом случае наименьшее давление в материале возникает в слое расположенном по середине высоты таблетки. При одностороннем прессовании происходит распределение силы, которая описывается формулой, которая представлена на экране. Одностороннее прессование применяют, если отношение высоты таблетки к ее диаметру не более трех. При двустороннем прессовании оба пуансона движутся с одинаковой скоростью и создают равное давление на верхней и нижней поверхности таблеток. Эффект двустороннего прессования может быть получен также при применении так называемой плавающей матрицы, которая подвижна в осевом направлении. Схема изостатического прессования, которое обеспечивает всестороннее сжатие прессуемого материала и равномерное распределение плотности по его объему, представлено на экране. Таблетирование без грануляции или так называемое прямое таблетирование представляет собой совокупность различных технологических приемов, позволяющих улучшать основные механические свойства таблетируемого материала, такие как сыпучесть и прессуемость и получать из него таблетки, минуя стадию гранулирования. При прямом прессовании в несколько раз сокращается время производства таблеток, снижается их стоимость. Такое таблетирование может быть осуществлено при добавлении вспомогательных веществ, улучшающих технологические свойства материала или путем принудительной подачи таблетируемого материала в матрицу. Смешивание со вспомогательными веществами придает таблетируемой массе улучшенные технологические свойства. Наиболее эффективными установками для этой цели являются В-образные смесители и установки для смешивания во взвешенном слое. Возможно использование других типов смесителей, шаровые мельницы, без шаров, барабанных смесителей и так далее. Время, необходимое для полного смешивания веществ, зависит от соотношения и свойств компонентов смеси и устанавливается экспериментально на основании результатов количественного определения. Принудительная подача в матрицу таблеточной машины достигается установкой на таблеточных машинах, в основном внутри питающей воронки, специальных устройств, обеспечивающих заполнение матрицы прессуемым материалом. Так существуют машины, которые прессуют таблетки из гранулированных, такие как кондитерские порошки, так из порошкообразных материалов, такие как растворимый кофе и чай. Также разработаны два способа прямого прессования без применения вспомогательных веществ. Первый из них заключается в предварительной подпрессовке материала, опускающимися на небольшую глубину верхними пуансонами с последующим окончательным прессованием. Это позволяет продлить время действия давления на таблетируемый материал и приводит к более прочному сцеплению частиц. Другой способ это прессование с одновременным поворотом матрицы. Таблеточная машина, осуществляющая прессование по этому типу, обычно снабжается устройством, которое в момент прессования поворачивает матрицу на определенный угол, чем устраняет налет на внутренней поверхности матрицы при длительном прессовании материала, которое обладает высокой адгезией. Важными элементами таблеточной машины являются элементы для подачи сыпучего материала в зону прессования. Некоторыми исследователями описываются машины, состоящие из двух подвижных многолопастных ворошителей звездочек, которые располагаются горизонтально над матричным столом, почти касаясь его нижним краем своих лопаток. При вращении ворошителей материал втирается в отверстие матриц. Существуют и другие возможности принудительной подачи материала в матрицу. Под действием разности давления окружающей среды и внутри матрицы происходит засасывание материала в отверстие матрицы при опускании нижнего пуансона. Для возникновения эффекта засасывания необходимо, чтобы зазор между стенками отверстия матрицы и боковой поверхностью нижнего пуансона был минимальным, обеспечивающим так называемую всасывающую пригонку. При опускании пуансона в этом случае будет создаваться разреженное пространство, ограниченное сверху слоем прессуемого материала, а снизу торцевой частью нижнего пуансона. В результате материал будет засасываться в полость отверстия матрицы, целиком заполняя ее. Недостатком такого способа прессования следует признать возможность заклинивания нижнего пуансона или его сравнительно быстрый износ, вследствие закапливания материала в зазоре между пуансоном и матрицей. Другим примером вакуумпрессования является таблетирование с использованием таблеточных машин, загрузочные и прессующие устройства которых соединены с вакуумной линией. Работа машин осуществляется таким образом, что в момент загрузки в матрице создается разрежение, которое определяется величиной разрежения в вакуумной линии. В результате возникающей разницы давлений над материалом и в матрице, материал заполняет матрицу, после чего вакуумная линия автоматически отключается, а готовые таблетки выгружаются через шлюзовые устройства. Рассмотрим физическую сущность прессования. Многими исследователями выдвинуты различные теории, которые объясняют взаимосвязь частиц порошкообразных материалов при прессовании. Среди этих теорий наиболее распространены битумная, капиллярная, коллоидная, гуминокислотная и молекулярная. Кроме перечисленных теорий существует ряд других объясняющих природу образования прочного тела из порошкообразного состояния. Капиллярная теория объясняет природу образования таблеток-брикетов за счет наличия многочисленных капилляров, которые заполнены жидкостью. Во время прессования происходит выделение влаги, которая покрывает прессуемый материал и обеспечивает скольжение частиц, в результате чего происходит их прочное сцепление. Согласно капиллярной теории, основными силами, которые обеспечивают сцепление во влажном сыпучем материале являются капиллярные, возникновение которых связано с образованием прослоек воды кольцевой формы с двойной поверхностью кривизны. В зависимости от количества влаги в точке контакта, формы контакта и количества контактов в единице объема материала, определяется характер капиллярного взаимодействия в слое прессуемого материала. Сторонники коллоидной теории считают, что прессуемый порошок имеет двухфазное состояние, жидкое и твердое. Так как порошок содержит жидкую фазу, происходит сцепление частиц, которое обеспечивает прочность брикетов. Если же порошок содержит повышенное количество влаги, то прочного прессования не происходит. Расстояние между коллоидными частицами увеличивается, что отрицательно влияет на процесс прессования. Эти теории принадлежат авторам работы, которых велись в угольной и фармакохимической промышленности. Перечисленные факторы лишь облегчают рассмотрение процесса прессования, но не объясняют процесс образования прочного спрессованного тела. Ученый Раковский на основании исследований прессования металлических порошков пришел к выводу, что прочность прессовки обуславливается следующими факторами. Механическим зацеплением, наличием электростатических сил и силой трения. Он пришел к заключению, что угол естественного откоса порошка обратно пропорционален величине механического сцепления частиц. Большое значение при прессовании имеет также форма частиц прессуемого порошка, так как частицы с более сложной поверхностью лучше спрессовываются. Частицы таблетируемых пищевых материалов имеют различную форму, размеры которых колеблются в широких пределах, но в основной своей массе они могут служить физической характеристикой материала. Форму частиц таблетируемых материалов в пищевой промышленности можно условно разделить на три основные группы. Удлиненные, с длиной значительно превышающие толщину. Например, быстро растворимый сахар. Пластинчатые, длина и ширина которых намного больше толщины. Например, кондитерские изделия холодок и южные. Рафноосные, с формой близкой к изодиаметрической. Чай, растворимый кофе, басма, хна. Исследование Кузнецова показали, что с увеличением расстояния между частицами твердого тела величина механического сцепления между ними значительно снижается. Из сказанного следует, что в процессе прессования частицы порошка должны сблизиться настолько, чтобы между ними возникло межмолекулярное взаимодействие. Теория межмолекулярного взаимодействия между твердыми частицами была разработана Дегтяревым. Была разработана Дерягиным, по данным которого сила прилипания представляет собой произведение двух сомножителей. Один из них учитывает форму контакта и взаимную ориентацию главных нормальных сечений одной поверхности относительно другой, а другой параметр природу соприкасающихся тел и промежуточной среды между ними через величину поверхностного натяжения. Жданович, рассмотрев механизм образования компактного тела из засыпучего материала, пришел к выводу, что взаимодействие сил между частицами при небольшой плотности материала определяется характером шероховатости поверхности, а с увеличением плотности – молекулярными силами. Спрессовывание материала происходит в основном в результате деформации в месте контакта частиц и их относительного сдвига при повышении давления. Решив аналитически эту задачу, Жданович получил уравнение, по которому могут быть определено изменение высоты прессуемой таблетки в зависимости от ряда факторов, трудно определяемых при решении конкретной практической задачи. Рассмотрим физическую картину прессования порожкообразных материалов. В начале зоны А достигается более плотное расположение тонкодисперсных комочков продукта вследствие переориентации и сдвига частиц, связи между которыми пока не возникают. При этом из продукта удаляется большая часть воздуха. На такое начальное уплотнение затрачивается лишь немного энергии. В зоне Б уплотнение возможно лишь при деформации отдельных частиц продукта. В этой зоне подводится значительное количество энергии. Это хорошо видно на графике. Большая часть энергии преобразуется в тепло, а также энергию форма изменения частиц и в свободную энергию поверхности границ. Взаимно связь между частицами создается в результате их текучести, выделения тепла и свободных химических связей. Дальнейшими связями являются адгезионные и когезионные, возникающие одновременно и создающие связующие слои в материале. В конце процесса прессования при наибольшем давлении происходит переход упругой деформации частиц материала в пластическую, вследствие чего структура брикета упрочняется и сохраняется заданная форма. В процессе прессования для получения прочной плотной таблетки значительное снижение прессующего усилия может произойти из-за наличия смазывающих веществ, влаги и повышенной температуры. Это происходит в результате того, что частицы более подвижного связующего вещества, деформируясь при меньшем давлении, заполняют пространство между частицами твердого тела и молекулярные силы возрастают. При прессовании порошок претерпевает объемную упругопластическую деформацию и изменяет свои физические свойства. Возникающие в прессуемом материале напряжения не могут быть определены по уравнениям теории упругости, так как спрессованный порошок, как правило, не является однородным и изотропным телом. При таблетировании, брикетировании тонкодисперсных материалов происходит значительное уплотнение и образование монодисперсного продукта. На применяемых в промышленности машинах для таблетирования порошкообразных материалов нельзя осуществлять так называемое квазистатическое уплотнение, диаграмму которого вы видите сейчас на экране. Так как необходимо относительно медленное деформирование продукта, а в большинстве случаев скорость прессующего органа слишком велика. В результате несоответствия скорости деформации и релаксации напряжений в материале на диаграмме уплотнения наблюдается участок В, соответствующий расширению, разбуханию материала. Опыты по прессованию в вакууме дают лишь незначительное уменьшение упругого после действия. Из этого следует, что расширение материала после прессования зависит не столько от наличия воздуха в материале, сколько от структурной эластичности частиц порошка. Большим недостатком сопутствующим прессованию является неравномерность плотности материала по его объему, что соответствует распределению внутренних напряжений в системе. Расширение спрессованного материала после выхода его из матрицы происходит также неравномерно, что иногда приводит к значительному растрескиванию таблеток брикетов. Можно предположить, что сцепление отдельных частиц материала происходит вследствие образования активных связей, возникших в зоне уплотнения б в результате притяжения, деформации и разрывов частиц материала. Практически различают трудно и легко уплотняемые материалы. Трудно уплотняемыми являются такие, которые после длительной зоны предварительного уплотнения, без большой затраты энергии, незадолго до максимального уплотнения испытывают резкий рост нагрузки. Образование связи происходит очень быстро, при этом дозирование материалов в прессах должно быть очень точным. Другие трудно уплотняемые материалы, шоколад, сахар, рафинад обладают большим упругим последействием. Диаграмма прессования легко уплотняемых материалов, байховый чай, кондитерские изделия, имеет короткую зону предуплотнения. Нагрузка медленно возрастает на протяжении всего времени прессования. От физико-механических свойств перерабатываемого материала, его дисперсности и температуры конечного объема спрессованного продукта зависит величина зоны предварительного уплотнения, упругость массы, работа, затрачиваемая на изменение формы и скорость нагружения материала. Наиболее распространенные в реологии модели не предусматривают разрушение отдельных элементов при сжатии. Хотя оно и наблюдается при деформации парашкообразных и некоторых других материалов. Валаоровичем, Гамаюновым и Соколовым предложена механическая модель, описывающая поведение дисперсного материала при его уплотнении. На модели элементы разрушения представлены стержнями 1 на упругом основании, пружины 2 с гибкими поперечными связями 3. На боковых сторонах стержней имеются элементы трения 4, тела, Сен, Винана. Модели Кервина 5 и Ньютона 6 отражают упругую запаздывающую и пластическую деформации. Мгновенная упругая деформация моделируется элементом разрушения при малой нагрузке пружинами 2 и упругостью стержней 1. При увеличении нагрузки все возрастающей упругостью стержней 1. По мнению авторов, моделирование упругой деформации элементами разрушения более правильно, чем упругим элементом Гука. Так как диаграммы сжатия порошкообразных материалов не имеют линейных участков. Реологическая модель, представленная на рисунке, аналогично телу Бюргерса, в котором тело Гука заменено элементом разрушения с модулем упругости, зависящим от нагрузки. Влияние технологических факторов, температуры, влажности и тому подобное моделируется жесткостью элементов и вязкостью Ньютоновского элемента 6. Механическая модель, по утверждению авторов, количественно отражает процесс прессования порошковых тел с учетом разрушения их структурных элементов. Прессование круглых таблеток. Усилия прессования расходуются на уплотнение продукта и преодоление трения материала о стенке машины. В практике прессования трение отрицательно сказывается на проведении процесса, так как приводит к неравномерному распределению давления по высоте и поперечному сечению таблетки, и следовательно к неравномерной плотности по объему спрессованного материала. Зависимость распределения давления по высоте прессуемой таблетки можно найти по условию равновесия элементарного слоя толщиной dz, выделенного на расстоянии z от прессующего пуансона. Предположим, что давление прессования распределено по поперечному сечению матрицы равномерно. На верхний слой материала действует сила pz πd в квадрате на 4. На нижнюю πz минус dπz умножить на πd в квадрате на 4. Формулы были показаны на экране. По боковой цилиндрической поверхности будет действовать сила трения, величина которой выраженная через боковое давление будет равна p5z πd dzf и направлена в сторону действующего пуансона. В данном случае пренебрегаем массы материала. При проектировании всех сил, приложенных к рассматриваемому слою прессуемой таблетки на ось z, получим уравнение. Или если преобразуем, получим другое уравнение. Экспериментальное исследование процесса прессования быстрорастворимых чая и кофе позволило установить, что зависимость бокового давления от давления прессования описывается уравнением. При давлениях прессования более 140 мегапаскаль m равно 1 и уравнение становится линейным. Подставив это уравнение в ранее показанные и преобразовав получим уравнение. Для того чтобы выразить текущее давление p через давление прессования pv проведем интегрирование. При этом принято, что коэффициент трения прессуемого материала о стенке матрицы не изменяется. Эта формула позволяет определить давление в осевом направлении в любом слое материала, отстоящем на расстоянии z от пуансона. Она справедлива для процесса одностороннего прессования. При двустороннем прессовании pv равно pn и высоту таблетки следует принять аж пополам. Хавиделидзе, приняв уравнение линейным, получил следующее уравнение прессования. Это уравнение показывает, что давление по высоте брикета изменяется по экспоненциальному закону. По мере удаления от пуансона давление уменьшается и зависит от коэффициента внешнего трения f, коэффициента бокового давления z, периметра L и площади поперечного сечения S матрицы. Давление на дно матрицы при z равно h и на половине высоты брикета при z аж пополам будет рассчитываться по формуле. Анализ последних двух уравнений позволил установить, что на падение давления большое влияние оказывает соотношение L умножить на h, деленное на S. Неравномерность распределения давления по высоте таблетки будет тем ниже, чем меньше это соотношение. В связи с этим целесообразно прессовать низкие брикеты с минимальным отношением L кэс при заданной массе таблеток. Рассмотрим по Берману процесс прессования таблеток кольцевой формы из порошкообразного материала. Выбираем цилиндрическую систему координат R, teta, z. Сыпучий материал помещен в пресс-форму 1, в которой под действием пуансона 2, перемещающегося со скоростью V0, продукт уплотняется и спрессовывается в компактную таблетку. Обозначим через H0 начальную высоту сыпучего продукта. Hk – высоту готового изделия. Vr, Vtta и Vz скорости соответственно по осям. R, teta и z. Из условия неразрывности материала можно записать уравнение. Поскольку процесс оси симметричен, то окружная скорость Vtta будет равна нулю. Следовательно, все производные по углу θ также равны нулю. Кроме того, принимаем, что осевая скорость Vz значительно больше радиальной Vr, что соответствует физической картине прессования. С учетом принятых допущений имеем. Примем, что плотность изменяется по закону. Дифференцируя это выражение по t имеем. Решая совместно уравнение, с учетом выражения получим, что Vz равно c умножить на z в квадрате. Постоянное интегрирование c определяем из условия, что z равно h нулевое, а Vz равно минус v нулевое. Знак минус показывает, что движение происходит в сторону противоположную направлению оси z. В дальнейшем знак минус будем опускать. Определив постоянную c и подставив ее в уравнение, получим окончательное уравнение для Vz. Запишем уравнение движения элемента объема dz в проекции на ось z. При этом ускорение выделенного элемента Wz рассчитывается по формуле. Считаем, что pr равно zpz. Из ранее представленного уравнения с учетом рассмотренных выражений получим, где a и b рассчитываются по формулам, которые вы видите на экране. Решение уравнения имеет вид. Постоянную c1 определим из условия, что при z равное h k, prz равно p максимальное, то есть максимальному давлению прессования. Определив c1 и подставив его значение с учетом a и b, получим. Последнее уравнение справедливо как для кольцевых, так и для круглых таблеток. Только для второго случая значение a будет рассчитываться по другой формуле. Таким образом это уравнение позволяет установить закон изменения давления прессования с уменьшением высоты прессуемого материала в зависимости от физико-механических свойств продукта, размеров таблетки и кинематических характеристик прессующих органов. Далее рассмотрим уравнение прессования. Прессование порошкообразного материала в матрице сопровождается уменьшением его объема, вследствие чего увеличивается объемная масса и прочность таблетки брикета. Отношение плотности брикета рог к плотности порошка в насыпном состоянии характеризует степень его уплотнения. Подставив значение уравнение, которое вы видите сейчас, в уравнение вот в это, то мы получим, что β равно h деленное на h1, то есть отношение начальной и текущей высоты материала. Известно, что относительное уплотнение материала эпсилон характеризует относительное уменьшение его высоты в матрице при таблетировании. Следовательно, можем выразить эпсилон через β и β через эпсилон. Значения β и ε являются переменными величинами, зависящими от давления прессования. Они характеризуют способность материала увеличивать свою плотность при приложении давления и образовывать таблетки с заданной формой и размера. Поэтому основной задачей теории прессования является установление зависимости между давлением прессования и величинами, характеризующими уплотняемость материала. В теории прессования сыпучих материалов можно отметить два основных направления. Первое характеризуется введением ряда допущений, которые позволяют решать задачи экспериментальным путем для какого-либо определенного материала. Второе основывается на физической сущности процесса с его математическим описанием, что часто является сложным для инженерного решения. На основании многочисленных теоретических и экспериментальных исследований процесса прессования были предложены уравнения, описывающие процесс прессования различных порошкообразных материалов. Из приведенных уравнений наибольшее распространение в научных исследованиях пищевых материалов получило уравнение Балишина, которое было применено Степановым брикетирование сахара-рафинада, Дербеневым брикетирование сушеного свекловичного жома, Хавиделидзе, прессование плиточного чая, Зоробишвили, таблетирование быстрорастворимого чая и кофе и другими. Уравнение Кунина и Юльченко нашло широкое применение при описании кривых прессования, зависимость плотности от давления, различных по реологической природе материалов. От порошкообразных сыпучих, опыты Хвея Делидзе с чаем и его крошкой, Зоробишвили с быстрорастворимым чаем и кофе, до вязкопластичных, опыты Клоповского со сливочным и Корячкино с помадными конфетными массами. Большинство приведенных в таблице уравнений получены на основании принятых допущений, идеализирующих в той или иной степени процесс прессования различных непищевых сыпучих материалов. Металлические порошки, бурые угли, торф и другие. Поэтому при расчете процесса таблетирования пищевых порошкообразных масс необходимо проанализировать их физико-механические свойства и сопоставить со свойствами материалов, для которых предложено уравнение. Важным показателем, характеризующим эксплуатационные свойства таблеточных машин и экономическую целесообразность их применение является работа прессования. На рисунке представлена типичная диаграмма прессования порошкообразного материала. Зависимость давления прессования от перемещения пуансона. Заштрихованная область диаграммы представляет собой элементарную работу машины ДА. При перемещении пуансона на бесконечно малую величину ДЗ под действием нагрузки ПВ. В основу вывода уравнения работы таблетирования Хведелидзе принята следующая зависимость давления прессования от перемещения пуансона. Интегрируя выражение с учетом зависимости Хведелидзе получил уравнение, где К – это отношение Б к А. Эта работа затрачивается на упругопластическую деформацию частиц материала в зонах контактов. На преодоление сил внешнего трения стен матрицы на преодоление внутреннего трения в материале. Далее рассмотрим расчет усилия выталкивания таблетки из матрицы. Для выталкивания из матрицы запрессованной таблетки требуется сила на преодоление трения и адгезии между боковой поверхностью таблетки и стенкой матрицы. Как показали исследования ряда авторов, удельное усилие выталкивания таблетки из матричной полости составляет часть давления, которая зависит от максимального давления в процессе прессования. Бальшин предлагает определять выталкивающее удельное усилие таблеток П-выталкивающее как разницу давления между верхним и нижним пуансонами. После снятия давления прессования и выталкивания таблетки из матричной полости под действием остаточных напряжений происходит её всестороннее расширение, упругое после действия. Снятие давления прессования приводит к некоторому уменьшению бокового давления, что является следствием упругого расширения таблетки по высоте, происходящего ещё в матрице. Это расширение тем больше, чем меньше коэффициент внешнего трения и бокового давления. Процесс упругого расширения заканчивается после выпрессовки таблетки из матрицы и сопровождается увеличением всех размеров. Относительное упругое после действия в процентах определяется по формулам. При даблетировании принято, что приращение высоты таблетки в результате упругого после действия существенной роли не играет, и величина выталкивающего усилия зависит в основном от упругого после действия в радиальном направлении. Знание закономерности процесса упругого после действия имеет большое практическое значение для правильного расчёта пресс-форм. Этот процесс довольно часто является непосредственной причиной появления трещин, коробления и других видов брака таблеток и их разрушения из-за недостаточной прочности. Упругое после действия таблеток зависит от дисперсности и формы частиц прессуемого материала, его физико-химических, физико-механических свойств, величины давления прессования, наличие вспомогательных веществ и ряда других факторов. Механизм упругого расширения таблеток достаточно сложен и многообразен, так как зависит от конфигурации частиц прессуемого материала и характера упругого взаимодействия их контактов. Упругая структура таблеток определяется огромным количеством разнообразных упругих контактов связей частиц прессуемого материала. Носовицкая и другие для определения выталкивающего усилия предлагает следующий метод. На гидравлическом прессе при давлении 117 мегапаскаль формируется таблетка с боковой поверхностью 1 квадратный сантиметр. Выталкивание производится нижним пуансоном, а выталкивающие усилия регистрируются на манометре. Для определения усилия выталкивания таблеток по описанной методике был изготовлен пресс-инструмент из стали марки ХВГ и органического стекла. Как было установлено усилие выталкивания таблеток из стальной матрицы для быстро растворимого зелёного чая составляет 4,6-4,8 кН. Для растворимого кофе 2,6-2,8 кН. Что касается усилия выталкивания из матрицы изготовленной из оргстекла, то для чая оно составляет 3,2-3,5 кН. А для кофе 1,8-2 кН ровно. Из этого видно, что усилие выталкивания таблетки из стальной матрицы на 27-29% выше усилия выталкивания из матрицы, изготовленной из оргстекла. Кольман Иванов предлагает определять выталкивающее усилие для таблетки из матрицы по формуле. Кроме указанных факторов, на выталкивающее усилие влияет форма таблеток и матрицы таблеточных машин. Например, для таблеток, имеющих двояко выпуклую форму, выталкивающее усилие значительно меньше, чем у плоскоцилиндрических, такого же диаметра и массы. Для снижения выталкивающего усилия, матрицы в таблеточных машинах покрывают антиадгезионными материалами или изготавливают их конические формы, полагая, что в результате этого уменьшается трение боковой поверхности таблетки, о стенке матрицы во время выталкивания таблетки. Для практических расчетов применяется, что усилие выталкивания таблетки составляет примерно 25-35% усилия прессования. В этом видео мы рассмотрели теоретические основы процесса таблетирования. Виды прессования сыпучих пищевых материалов, физическую сущность прессования, прессование круглых таблеток, уравнение прессования и расчет усилия выталкивания таблеток из матрицы. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.